Здравствуйте! Это новости на ННТ, студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу и коротко о главном. Освидетельствование добровольное и конфиденциальное. Сотрудники администрации Махачкалы и структурных подразделений прошли тестирование на употребление наркотиков. Ремонт закончится в ближайшее время. В администрации Каспийска прошло совещание, где обсуждался заключительный этап реализации проекта «Мой Дагестан. Мои дороги». Сотрудники администрации Махачкалы и структурных подразделений прошли тестирование на употребление наркотиков. Освидетельствование добровольное и конфиденциальное, а происходит оно в мобильном специально оборудованном автотранспорте. По мнению столичных властей, к такой акции должны присоединиться также предприятия и организации муниципалитета. Власти считают, что выявив наркозависимых граждан, в конечном итоге получится побороть наркоманию в Дагестане. Это мероприятие мы провели совместно с республиканским наркологическим диспансером Республики Дагестан и управлением по контролю за оборотом наркотиков. Хочется отметить мероприятие на добровольной основе. И в основном приходят, видно, что такая гражданская позиция у ребят хорошая. В основном мужчины. Оперативно-профилактические мероприятия направлены на выявление лиц среди служащих, употребляющих наркотики непосредственно. То есть на предмет употребления наркотических, психотропных и сильных действенных веществ. Такая работа проводится сейчас во всех ведомствах и службах нашей республики. И данная тенденция будет развиваться в ближайшее время. Дагестанские участковые празднуют 98-летие со дня образования службы в системе МВД России. С этим событием полицейских поздравил в Рио министра внутренних дел по республике Дмитрий Гутырьев. В торжественной обстановке он наградил почетными грамотами и ценными подарками, особо отличившихся на службе сотрудников подразделения. Можно раскрыть 10 или 100 преступлений. Можно прекрасно отрегулировать дорожное движение. Но если один, два или три раза обычный человек, гражданин, который обратится со своей житейской проблемой к участковому, встретит непонимание, равнодушие, грубость, у него же сложатся впечатления о всем коллективе. Поэтому, по сути дела, вы являетесь лицом инвалидов. Два новых отделения и кабинет МРТ открыли в Республиканское детское клиническое больнице. В торжестве участвовал председатель правительства Республики Абдул-Патах Амирханов. Здесь расширены и реконструированы отделения челюстно-лицевой хирургии и реанимации новорожденных. Помимо этого, увеличено количество коек в отделении нейрохирургии. Подразделения обновлены и оснащены современным медицинским оборудованием. В кабинете МРТ установлено 4 новых компьютерных томографа по 2 магнитно-резонансных и мультиспиральных. Это позволит повысить уровень диагностики, отмечают в ведомстве. Направлять на обследование детей с рождения и до 18 лет сюда смогут при наличии показаний из детских поликлиник. Мы имеем возможность здесь проводить КТ и МРТ детям под наркозом в специализированном учреждении с имеющимися необходимыми специалистами. Это безопасно. Если раньше проходилось это дело в диагностическом центре, куда мы в определенное время приглашали врачей, которые выдавали наркоз деткам, Сейчас это все здесь и фактически учреждения работают в государственном режиме 24 на 7, обслуживая детей всей республики по направлению, как экстренных, так и по направлению. Реализация проекта «Мой Дагестан. Мои дороги» в Каспийске закончат в ближайшее время. Во всяком случае, такие обещания дают местные чиновники. В администрации города прошло совещание, где обсуждался заключительный этап реализации проекта на территории муниципалитета. На встречу были приглашены представители подрядных организаций. После совещания выездная комиссия осмотрела участки дорог, где ведутся ремонтные работы. Тему продолжит Асель Манапова. Капремонт 22 Каспийских улиц общей протяженностью более 11 километров в этом году вошел в приоритетный проект республики. Правда, в ходе его реализации были отмечены проблемы с отсутствием подрядных документов. Камнем преткновения также явилась заболочность ряда низкопочвенных улиц. Особенность эта улица Викенецкая. Там мы столкнулись с полотистым местом и пришлось туда дополнительно на определенном участке принять технологическое решение основания из песка, потом щебни, клинцовку, определенную участку. Сегодня этот участок работы остался одна полоса. Дома мы завершим, потом разметку соответственно, уборку территории и тротуарная часть осталась. Такая же ситуация и на улицах Каспийская и Кизилюртовская. На этих участках будут применены технологические решения. Сегодня реализация проекта движется к финалу. Объем выполненных работ составляет свыше 60%. Уже в декабре этого года работы будут завершены, обещают сотрудники подрядной организации. После совещания выездная комиссия осмотрела улицу Викенецкая, протяженность которой составляет более 600 метров. Осталось промежуток участка 40 метров и он сегодня будет уже завершен. Реализация данной программы находится на контроле Гонцова Борисовича. В ходе беседы с местными жителями чиновники выслушали пожелания и просьбы ковпичан. Обеспокоенность у людей вызывает состояние дорожной развилки на пересечении улиц Викенецкая, Двигательстрой и Маячная. Болотистый участок связан с отсутствием системы водоотведения. Ситуация находится на контроле местной мэрии, однако решить проблему сразу невозможно по ряду причин. Договорились как-то вместе выходить из ситуации. Мы решили, что мы здесь предварительно, дополнительно сделаем дорогу, чтобы был проезд и так далее. А в дальнейшем, на следующий год запланируем сделать водоотвод. Потому что эта вода собирается, подземная вода, и она затапливает дорогу и разрушает ее. Чтобы этого не было, мы вот сейчас решили, уже на совещании в администрации города будем поднимать этот вопрос, и ее обязательно сделаем. Всего в рамках реализации приоритетного проекта «Мой Дагестан, мои дороги» будет отремонтировано 850 улиц в различных городах республики. Общая сумма выделенных на эти цели средств составляет более 3 миллиардов рублей. Асель Манапова, новости ННТ, Каспийск. Потихонечку, помаленечку. В Буйнакском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 7 километров дорожного полотна. В ходе работ специалисты подрядной организации устранили просадки и усилили существующее дорожное покрытие. Восстановили поперечные и продольные уклоны. Всего же в текущем году в Республике Дагестан в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние 51 километр региональных трасс и 54 километра улично-дорожной сети Махачкалы. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено почти 2,5 миллиарда рублей. В сквере борцов революции Махачкалы началась реконструкция. Здесь уже демонтировали старую тротуарную плитку и бордюры, обрезали деревья. Согласно плану, скверы имени Фазуалиева и борцам революции будут выполнены в единой концепции с центральной площадью республики. Появятся новые скамейки, столбы освещения и урны. Заменят также инженерные сети. Пока позволяют погодные условия, реконструкция проводится в штатном режиме. Но, по словам рабочих, вместе припаркованные автомобили вокруг сквера зачастую создают неудобства. То, что был сквер до ремонта, и после будет разным. У нас там несколько площадок заложено с качельными каруселями, навесим мостиком, с гамаками, катными дорогами. Там мостики деревянные есть. Отдельно выход с площади на Каркмасово, на Дежижинске, есть дорожка велосипедная, выделена дорожка отдельно. Это много вещей дополнительно. Дополнительно мы сделаем дорожки в этом сквере, в том сквере, в этом дорожке мы уже проложили, сделали. Если остается ждать, пока закончится ремонт, то все равно могут прийти спокойно, могут посидеть. Вот та стоянка, полностью нам надо реконструкции делать. Прежде сейчас вдоль нашего сквера, выхода на площадь, тоже надо все там целиком надо снять. Это обе стороны машины, запаркованные машины. Обращались, скидывали эту группу, пока нет результата. В эти дни в Махачкале в онлайн и офлайн форматах проходит Всероссийский форум по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи. Формула согласия. Открытие форума прошло на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли». На образовательных мероприятиях спикерами выступили начальник отдела профилактики и экстремизма Федерального агентства по делам национальностей Арсений Беломыщев, заместитель декана Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова Олег Сорокин и другие эксперты. Форум продолжится до 19 ноября. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство по делам молодежи Республики. Еще один уроженец Дагестана в UFC. Мухаммад Макаев подписал контракт с лучшей лигой мира. 21-летний спортсмен живет и тренируется в Великобритании. Специалисты называют Макаева главным молодым талантом в мировых ММА. На его счету две победы на чемпионатах мира. 23 любительских и 6 профессиональных боев без поражений. Мухаммад Макаев уроженец Буйнакска. Он переехал в Манчестер в 12-летнем возрасте. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости завтра. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова